МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуацию пока не удалось взять под контроль. В сегодняшнем выпуске мы обсудим ситуацию в стране, которая всегда отличалась своей медициной и системой здравоохранения. Возможно, многие уже догадались, что речь пойдет об Израиле, где число больных коронавирусом составляет почти 15 тысяч. Однако летальность – одна из самых низких в мире. Какие меры принимаются для сдерживания пандемии и как обстоит дело с поиском вакцины? Обсудим сегодня с нашим гостем, генеральным директором компании Манур Медикал Центр в Израиле, Михаилом Барканом. Господин Баркан, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день всем зрителям канала СБС. Спасибо большое, что нашли время для нашей беседы. И с самого начала прошу вас, поделитесь с нами информацией, как обстоит ситуация в Израиле на сегодня с эпидемией коронавируса и с теми мерами, которые принимаются правительством для сдерживания пандемии. Ну, прежде всего, для меня большая честь выступать перед зрителем вашего канала. Для меня Азербайджан – страна не чужая. Пять лет я работал первым секретарем израильского посольства в Баку. И я люблю, ценю, уважаю вашу страну, город, Баку и весь азербайджанский народ. А теперь к нашим делам. У нас на сегодняшний день порядка 15 тысяч зараженных коронавирусом, как вы совершенно точно сказали. Точнее, это 14 492 человека. И мы считаем, что это для нашей не очень большой страны. По количеству жителей, почти 9 миллионов жителей, мы сопоставим с количеством жителей в Азербайджане. Хочу заметить сразу, что у вас это количество значительно меньше. Что тоже говорит о серьезной работе в этом направлении. Что касается ситуации, в которой мы сегодня находимся, положительная тенденция, которую мы сегодня видим, это то, что более 5 тысяч, если точнее 5334 человека выздоровели от этой напасти. И сегодня у нас не очень большое количество смертельных случаев, хотя каждая смерть – это трагедия сама по себе. Но если на сегодняшний день 191 погибший, это с нашей точки зрения немало. На прошлый день погибло 2 человека. Я даже чуть не сорвал и сказать 2, только 2. Но каждая смерть является смертью. Погибли 2 человека. Это 2 человека в возрасте. Средний возраст наших больных – это около 82 лет. Хотя есть погибший возраст и в возрасте 30 лет. На сегодняшний день индекс заражения составляет где-то около 1. Мы боимся, чтобы он не добрался до 1,2. И это приведет к серьезным проблемам. Одна из главных задач, которую введело правительство, наше министерство здравоохранения – попытаться каким-то образом остановить распространение этого вируса. Для этого использовались жесткие меры контроля. Был введен ограниченный сначала карантин, потом был введен на некоторое время очень жесткий карантин. К примеру, выход сегодня на улицу без маски карается штрафом в 200 шекелей. 200 шекелей – это порядка, наверное, 100 монад на деньги Азербайджана. Может быть, чуть меньше. Ну и достаточно большие штрафы при нарушении, если кто-то должен находиться в самоизоляции. И он этого не делает. Я бы назвал это терконовские штрафы. Большие требования к тем, у кого только есть подозрения на этот вирус. И одной из главных задач, которую видело правительство, и он этот вопрос решило – увеличение количества проверок. Вот, скажем, на вчерашний день было сделано за весь вчерашний день порядка 12,5 тысяч проверок. Это совсем немало. Господин Баткан, вы затронули пока эту тему. Я хотела бы также узнать ваше мнение касательно экспресс-кабинок, которые активно используются в Израиле, конкретно в Тель-Авиве. То есть, когда на улицах в кабинке человек сидит и подходит к нему житель, то есть они защитные маски имеют, конкретно стекло, которое отделяет людей, и они берут тест у практически каждого жителя, кто заинтересован узнать, он болеет коронавирусом или нет. Насколько эта система эффективно работает в Израиле, и как планируется это внедрять в дальнейшем? Экспресс-кабины и экспресс-тесты сначала были установлены в центре страны, в парке Айрикон, это большой парк в центре Тель-Авива. Любой желающий мог туда подойти и сделать проверку на коронавирус. Было сделано это под эгидой нашей службы скорой помощи, она называется МАДА. После этого распространили этот опыт по всей стране. Была опубликована информация по всем городам, когда службы скорой помощи будут проводить подобные мероприятия, и это прошло достаточно успешно. То есть увеличение количества проверок дает возможность полного контроля за тем, что происходит. Сказать, что все происходило идеально сложно. Мы до конца не знаем результаты всех этих проверок, потому что, к сожалению, были случаи, когда ряд проверок были испорчены. Почему это произошло из-за сложности в проведении проверок или от недостаточного качества реагентов, сейчас сказать сложно. Этот вопрос проверяется нашими специалистами Министерства здравоохранения. Но в любом случае эта идея положительно, удачно ее стоит продвигать и дальше. Как опыт того, что происходило, у нас идет уменьшение количества зараженных. В последнее время, если мы возьмем 31 марта, это было порядка 750 зараженных, это был пик, сейчас не превышает 250 в день. И поскольку достаточно немалое количество выздоровевших, то мы считаем, что контроль за подобной ситуацией достаточно действенный. Но есть проблема не только медицинская, есть проблема экономическая. Эту проблему придется решать. Когда закрыты школы и детские сады, когда закрываются бизнесы, когда многие компании работают из-за, ну так же, как я сегодня, вы берете у меня интервью, когда я сижу в своем кабинете дома и решаю вопросы, сидя за своим компьютером. Это не самый простой вариант, хотя, возможно, за этим вариантом и будущее. Вот смотрите, премьер-министр Израиля, господин Нетаньяху, сообщил о возможном смягчении с карантинных условий. По-вашему, как необходимо приспосабливать население к новым условиям, чтобы самоизоляция не сказалась на самочувствии граждан, но в то же время, чтобы не было второй волны эпидемии? Я думаю, мне так кажется, я могу сказать только свое личное мнение, что народ после этих нескольких полутора месяцев сложной ситуации с этой пандемией, в общем-то, понимает, что дисциплина, в первую очередь самодисциплина, это вещи в данной ситуации обязательные. Поэтому, если мы смотрим сегодня, как наши люди ходят в магазины, когда они стоят в очереди на расстоянии двух метров один от другого, когда правительство приняло жесткие меры по созданию некого фиолетового правила. Смысл фиолетовых правил, что предприятиям разрешают работать, если они выполняют определенные функции. То есть, они дают возможность разделения работников, устанавливают перегородки пластиковые. Каждому работнику, в момент захождения на работу, проверяется температура. Все они обязаны находиться в масках, если они находятся, несколько сотрудников в одном помещении. Вне всякого сомнения, это даст результат. К примеру, министр объявил о смягчении правил. Уже несколько дней эти смягчения происходят. Роста заражения нет. Это говорит о том, что народ понимает ситуацию. У нас была и остается немалая проблема с домами престарелых. Это 405 заболевших в домах престарелых. Треть от тех, кто погиб, это те люди, которые были в домах престарелых. Поэтому премьер-министр назначил профессора Ронни Гамзо. Он генеральный директор одной из крупнейших израильских больниц, больницы Ихилов в Тель-Авиве. Куратором этого проекта он создал специальный отчет, справку, доклад на 144 страницы. Мне удалось этот отчет посмотреть. Очень четкие правила по контролю за тем, что происходит в зоне риска. С нашей точки зрения, дома престарелых это зона риска. Там будет ужесточен контроль. Вплоть до того, что посещение домов престарелых будет по специальному разрешению соответствующих служб. И каждые 90 дней все те, кто находятся в доме престарелых и все сотрудники будут полностью проверяться. И вся аппаратура будет проверяться на случай готовности к усложнению ситуации. А вот по-вашему, как обстоит ситуация с поиском вакцины? В интернете есть определенные новости, которые говорят, что Израиль прикладывает огромное количество усилий для поиска и практически думает о начале тестирования. Насколько эта информация правильная, достоверная? И в целом, как этот вопрос сейчас актуален в Израиле? Эта информация достоверна. У нас есть один из самых ведущих мировых центров в этом направлении, институт Вейцмана. Этот институт занимается тестированием. По нашим телевизионным каналам показывалось интервью с профессором, который, как он считает, продвинулся в этом направлении. Израиль еще не начал тестирование на людях. Насколько я знаю, это начал делать только три страны. Одна из них – Великобритания. Но в ближайшее время этот вопрос начнется. Опять, не хочу загадывать, очень трудно сказать, когда эта вакцина будет создана. Но сейчас в Израиле уже применяется плазма людей, которые переболели коронавирусом для лечения этого заболевания. Оно дает положительные результаты. Только если состояние больного не перешло в критическую, если он еще не подключен к аппаратуре для вентиляции лёг. Но есть и не самые радужные моменты. Например, вчера в Израиле появилась информация, что один из больных, который выписали из больницы, информация была о том, что он вылечился. Через шесть дней его вернули в больницу. То есть болезнь возвратилась. С этим еще не знают, что делать. Таких случаев немного. Но вот даже один случай, если он существует, вызывает много вопросов. И все же вакцина будет. Будет ли она в течение ближайших полгода, года или двух лет? Но она будет. И это решение будет. Еще такой интересный момент касательно программ, которые реализуются правительством для поддержки экономики страны. Мы уже частично поговорили о ситуации снятия карантинных мер. По-вашему, правительство пришло к этому выводу, потому что пик пандемии пройден в Израиле или потому что экономика также нуждается в запуске? И какие программы сейчас в основном тестируются для того, чтобы поддержать предпринимателей и в целом экономику страны? Ну, я вам отвечу, что, скажем, это делалось и делается параллельно. Очень сложно принимать решения о карантине без того, чтобы предоставить какую-то перспективу для бизнесмена. Я вам скажу, что проект помощи, который сейчас правительство разработало, включает в себя 90 миллиардов шекелей. Ну, скажем, вы сами можете посчитать, сколько это в доллар. Приблизительно 3,5 шекеля это 1 доллар. Поэтому это не очень немаленькая сумма. Было принято решение, что предприятия, работодатели, которые пострадали от той ситуации, которая сложилась, имеют право отправить своих работников в отпуск без содержания. При этом правительство выплачивает сотрудников до 75% от зарплаты, которую получал работник. Ну, скажем так, есть некие ограничения, потому что если работник получал зарплату 100 тысяч шекелей, он, естественно, не получит 75 тысяч шекелей в месяц от правительства. Но обычные нормальные зарплаты до 75% получает работник. Он может находиться в неоплачиваемом отпуске и в сохранении места работы. Скажем, пенсионеры получили некий одноразовый подарок в различных суммах. Инвалиды получили единоразовый подарок в 500 шекелей, 1000 шекелей, 2000 шекелей. 6000 шекелей получил каждый мелкий бизнесмен, представитель, скажем, малого и среднего бизнеса. То есть эта программа разрабатывается, другого варианта нет. Теперь у нас есть достаточно немалая проблема, связанная с выплатой налогов. Скажем, человек, который снимает помещение, платит немаленькие деньги за съем помещения и должен платить муниципальный налог. Это большие средства. Правительство приняло решение на данном этапе освободить все бизнесы на три месяца от выплаты муниципального налога. Муниципальный налог. Я, в частности, еще являюсь председателем контрольной комиссии одного из израильских муниципалитетов. Правительство восполнит городской казне многомиллионные потери в этой ситуации. Что сказать о дополнительных мерах? Они обсуждаются. Речь идет о том, чтобы выделить дополнительные средства для нашей авиационной компании. Это понятно, почему. Есть для крупных предприятий тоже готовится отдельный пакет документов, но преждевременно об этом говорить на данном этапе. В течение полутора недель эти вопросы будут решены окончательно. А есть какие-то разговоры касательно открытия границ? Скажем, некоторые страны, в том числе Бразилия, уже обсуждают возможность открытия границ с соседними странами для торговли. Такого рода разговоры присутствуют в Израиле? Смотрите, уже появилась информация о том, что ряд авиационных компаний получил разрешение на прилет в Израиль. Скажем, торговые отношения продолжаются. Наша авиационная компания «Эль-Аль» занимается закупкой и перевозкой большого количества медицинского оборудования из Китая в Европу в том числе. Скажем, на сегодняшний день любой иностранец, который пожелает приехать в Израиль, даже если он получит на то разрешение, обязан будет находиться в государственном карантине. Но это не только касается иностранцев, это не делается исключение ни для кого. Любой израильский гражданин, который собирается приехать из границы, он должен сесть в карантине. Это одна из гостиниц вполне комфортабельных, но это не самая приятная ситуация. Поэтому на данный момент, несмотря на то, что какие-то разрешения даются, но говорите об этом еще преждевременно. Вы также отметили слово «медикаменты». А вот как обстоит ситуация внутри страны? Были ли какие-то конкретные предприятия, заводы переформированы для производства масок и антисептиков? И как ситуация обстоит на сегодня с их доступностью для населения в аптеках? Ну вот, скажем, я приведу пример. У меня двое моих сыновей работают и живут в Соединенных Штатах. И, скажем, в Соединенных Штатах мы видели некие перебои с какими-то вещами. В Израиле перебоев нет. То есть где-то там мне супруга сообщила, что она не сумела купить яйца, так она зашла в следующий магазин и приобрела их там. Нет, перебоев нет. Нет перебоев ни с масками, ни с перчатками, ни с антисептиками. Перебоев нет. Нет перебоев ни с медицинским оборудованием. В частности, мы знаем, что сейчас весь контроль за тем, что происходит в стране, передан. Именно логистический контроль на службу тыла армии обороны Израиля. Они контролируют полностью весь вопрос и в случае необходимости закрывают города на карантин, если есть на то необходимость. В частности, вооруженные силы на некоторых своих предприятиях создают сейчас аппараты для вентиляции легких. Такое тоже есть. И производят все, что нужно, доставляется, производится, проблем не возникает. Как реагирует население на это все? Вы до этого отметили, что, разумеется, люди сами понимают ответственность, соблюдение расстояния друг с другом, ношение масок. А в целом, есть ли те, которые все-таки паникуют в теперешней ситуации и не понимают условий карантина? Ну, скажем так, паники я особо не видел, раздражение, да, неудовлетворение политикой правительства по поводу слишком жестких мер, это да. Скажем, не такое большое количество погибших, хотя, опять-таки, я возвращаюсь к этому, не такое большое, в каждой жизни оно имеет значение. Вызывает у людей желание побыстрее, побыстрее освободиться от всех ограничений. Паники нет, раздражение есть. Есть молодежь, которая, я видел достаточно часто, которая считает, что нет необходимости носить маски. Тем более, молодежь этот вирус особенно не затрагивает. Требуются воспитательные меры, зачастую достаточно жесткие. Но после того, как время жесткого карантина, людям запрещали отходить больше 100 метров от своего дома, и люди за это получали штрафы, приучились. Сейчас уже приучились. И под конец нашего выпуска я попрошу вас пару слов для наших телезрителей, насколько важно оставаться дома, не паниковать. Что-то позитивное от вас? Однозначно этот вирус мы сумеем побороть, побороть все вместе. Это уже видно, уже количество зараженных во всем мире уменьшается. Пройдет еще какой-то месяц-два, станет значительно проще или значительно легче. Но это хороший урок для нас всех. Вот мне сообщают мои друзья, которые посетили Индию, что вдруг из Бомбея, вдруг видны Гималайи. Когда такое было видно? Я родился в Одессе, и я вспоминаю то, что мне мой отец рассказывал, что он когда-то в Одессе купался в море с дельфинами. Я никогда не купался в море с дельфинами. И вот вдруг мои друзья присылают мне фотографии, когда дельфины просто купаются возле пирса в Одессе. Так что не понадобилось ни годы, ни десятилетия для того, чтобы вдруг наша природа начала восстанавливаться. Начала восстанавливаться природа, восстановится и человеческое общество. Мы переживем это и пойдем вперед. И вне сомнения, поскольку те данные, которые я наблюдаю, касающиеся Азербайджана, они вселяют оптимизм, мы пройдем этот процесс и выйдем более сильными. И вы в том числе. Желаю успехов вам, вашему каналу, азербайджанскому государству и всему дружественному и любимому всеми нами азербайджанскому народу. Спасибо вам большое за интересную беседу и насыщенные ответы. Со своей стороны мы также желаем вам здоровья и удачи. Всего вам доброго. Здоровья и счастья. Всего вам доброго. На этом все. Вы смотрели специальный выпуск на телеканале CBC, в рамках которого мы поговорили о ситуации с коронавирусом в Израиле, где число зараженных составляет почти 15 тысяч. С нами на связи был генеральный директор компании Manor Medical Center в Израиле Михаил Баркан. Оставайтесь дома, смотрите телеканал CBC и будьте здоровы. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»